Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам Первоверховного апостола Павла. И сегодня, друзья, мы будем читать с вами 10 главу этого послания. Какая тема содержится в 10 главе? Христианские экзегеты оценивают эту главу следующим образом. В своей ревности о законе иудеи не поняли, что Христос пришел завершить закон Моисеев. До своего обращения Павел разделял мнение своих единоверцев. Не разумея праведности Божией, оправдание не блага, которое можно стяжать своими усилиями, а благодать, даруемая уверовавшему во Христа. И мы приступаем к чтению 10 главы с 1 стиха и ниже. В начале тема, которую мы озвучили, а с 14 стиха до 21, до окончания этого послания, здесь тема «Израиль не послушался благовествования». Благовествование или благая весть, радостная весть – это и есть значение греческого слова «Евангелие». И мы начинаем. «Братья», – восклицает апостол Павел, – «желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Мы уже с вами увидели в 9 главе этого послания, как апостол Павел любил свой народ даже до самозабвения во Христе, желая быть отлученным от Христа ради сродников по плоти, чтобы они приняли веру Христову. Это пример для нас. Мы должны воспринимать свой собственный народ как некую границу ответственности, очерченную рукою Бога. В жизни каждого человека есть пять естественных границ ответственности, очерченных рукою Бога. «Прежде всего, человек лично ответственен перед Богом за свою собственную душу». Как сказано, что пользует человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. В Писании также говорится о том, что человек лично ответственен перед Богом за свою семью. Семья человека, в которой он рождается, в которой он живет, которую он потом создает, как свою семью, – это тоже граница ответственности, очерченная рукою Бога. Сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. И третья граница ответственности, очерченная рукою Бога – это национальность, которой принадлежит человек. Никто из нас не выбирал народа, в котором он рождается. Павел любит свой народ. Павел воспринимает свой народ как границу ответственности, очерченную рукою Христа в его жизни. И он готов оказаться в аду, только бы знать, что сродники его по плоти приняли спасительную веру Святого Евангелия. Границей ответственности, очерченной рукой Бога, является также страна, в которой живет человек, царство, подданным которого он является. И сказано, что человек должен служить властям своей страны не только из страха наказания, но и по доброй христианской совести. Об этом апостол Павел пишет в этом же послании, и мы будем говорить об этом позже, если будем живы, и Господь позволит. И религиозная традиция, церковь, которой принадлежит человек, является тоже границей ответственности, очерченной рукой Бога, сказанной, не оставляйте собраний ваших. Дьявол ведет брань против естественных границ ответственности в жизни каждого человека. Дьявол внушает мысль современному человеческому обществу, что личность должна существовать сама по себе без каких-либо привязанностей. Мы видим, как разрушается институт семьи и так далее. Стираются границы между странами, как в экуменическом угаре, разрушаются межконфессиональные границы и так далее. То есть по отношению к естественным началам человеческой жизни, дьявол, который берет повод от заповеди, чтобы исказить ее, извратить ее, он использует принцип плюрализма или безразличия. Что такое плюрализм в жизни церкви, в религиозной жизни? Это ереси, расколы, разделения, безответственные формы экуменизма или жесткого консерватизма. Что такое плюрализм в жизни страны, в политике страны, в политике царства, подданными которого мы являемся? В Евангелии сказано, если царство разделится само в себе, это слова Христа, оно не устоит. Это гражданская война, это революционное потрясение, это запущенная технология майданов. Что такое плюрализм в национальной жизни? Это геноцид не только против больших, но и против малых народов. Что такое плюрализм в жизни семьи? Сексуальная распущенность, разврат. А плюрализм в жизни личности – шизофрения. Если мы хотим иметь цельного человека, который воспринимает свою семью, свой народ, свою страну, свою церковь, как граница ответственности, очерченной рукой Бога, это цельный человек, это настоящий человек, это не абстрактная личность, лишенная всех предпочтений, живущая сама для себя, вещь сама в себе. И Павел был чужд такому пьесовскому плюрализму, он был конкретным человеком, поэтому и здесь он пишет, как и в других частях этого послания, «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Он продолжает молиться за своих сродников по плоти. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Здесь немножко непонятно, что значит иметь ревность по Боге, но не по рассуждению. Давайте посмотрим, как древние экзегеты объясняли нам значение этой ревности по Боге, но не по рассуждению. Учитель церкви Аориген пишет, «Если у кого-то есть любовь к Богу, но он не знает, что любовь должна быть терпелива, благожелательна, независлива, не поступать дурно, не превозноситься, не гордиться, не искать своего, и если у него нет в любви этих и подобных вещей, но он при этом любит Бога одним лишь чувством, то и ему будет правильно сказать, что он имеет любовь к Божию, но не по разуму». А вот что пишет святитель Аврусии Медиаланский, это его послание императору Феодосию. «Я знаю тебя благочестивым, смиренным, снисходительным и взвешенным, имеющим веру и страх Божий в сердце твоем, но часто чувство обманчиво твое, некоторые люди имеют рвение к Богу, но не от знания. Я считаю, надо остерегаться, как бы это не прокралось в душе верующих людей». То есть ревность о Боге, она должна быть от знания воли Божией, а воля Божия должна восприниматься, как Господнее руководство к действию. Помните, Христос говорил, наступает и наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что этим самым он служит Богу. И мы видим, как на Востоке появились какие-то безумные секты, они казнят христиан, отрезают им головы, и при этом они думают, что совершают нечто богоугодное. Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на послании к римлянам пишет, «Итак, такая ревность достойна прощения, а не осуждения. Ведь если бы они были отвергнуты не по человеческой своей природе, но по ревности, то справедливо их скорее пожалеть, чем наказать. Но заметь, как мудрый апостол и польстил им словом, и показал им неуместное их любопрение». Да, если всё-таки сохраняется ревность по Боге, хотя и не по разумению, иногда это становится чем-то преступным, но это уже залог того, что можно исправить эту ситуацию. И Геннадий Константинопольский, святитель, писал, «Я сознаю, – говорит Павел, – и свидетельствую, что иудеи пошли войной на Евангелие из-за ревности по Богу, ведь и он, то есть Павел, некогда был одним из них, однако ревности лишённой истинного знания обладал он тогда». И мы действительно помним, в книге «Деяний святых апостолов» рассказывается о апостоле Павле, когда он ещё не был апостолом и не был Павлом, его звали Савлом, когда он, дыша угрозами и убийствами, шёл из Иерусалима в Дамаск с письмами от первосвященников, чтобы перенести гонения на христиан из Иерусалима на Дамаск, где была большая еврейская община. Но на дороге, когда он подходил к Дамаску, его осенял великий свет, и он услышал голос, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И он задал вопрос, «Кто ты, Господи?» Когда еврей, который верует в единого Бога, спрашивает, «Кто ты, Господи?», он хочет узнать, с каким именем Господь встретил его. Как и Моисей говорил Богу, когда я приду, то есть к народу, они спросят, «С каким именем Бог явился тебе?» И Савл спрашивает, «Кто ты, Господи?» И слышат новое имя Бога. «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожда». И в наше время есть многие, которые борются с Евангелием, но при этом они имеют ревность о Боге. И Господь, который сердцеведец, он знает, как поступить с этими людьми. И не всегда они обязательно пожнут наказание, ибо Бог силен, и врагов нашей веры сделать нашими братьями, как Савл из гонителя стал первоверховным апостолом Павлом. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Очень важно иметь рассуждение, которое отталкивается от знания, а знание является результатом ведения, о котором сказано в Ветском Завете, что из-за недостатка ведения, то есть духовных знаний, народы погибают. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией», то есть взбунтовались против праведности от веры, хотя о самом патриархе Аврааме сказано. «И поверил Авраам Богу, и это Господь вменил ему в праведность». Далее апостол Павел пишет, «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Христос – конец закона не в том смысле, что он – начало безнравственности, конечно, нет. Мы знаем, что Христос сделал закон значительно строже. Если раньше было сказано «не убей», Христос говорит «даже не гневайся». Если раньше было сказано «не прелюбодействуй», Господь Иисус Христос говорит «даже не смотри с вожделением». Но Христос – конец вот этих бесконечных ритуалов и обрядов, которыми пытались оправдаться люди. Он – конец и нравственного закона в том смысле, что люди возлаграли на свои дела надежду, что своими добрыми делами они искупят свое зло. Но едва ли такое возможно, если речь идет о вечном спасении, ибо невозможно ценой временной жизни приобрести жизнь вечную, ценой жизни на земле приобрести жизнь на небесах, ценой тленной жизни приобрести жизнь нетленную. Это совершенно несоизмеримые вещи. Потому что конец закона Христос – к праведности всякого верующего. Эта праведность рождается не от самолюбования своими собственными какими-то делами, заслугами, потому что в любом случае это несоизмеримый торг, временное и вечное, земное и небесное, тленное и нетленное. Моисей, с пятого стиха и ниже, пишет о праведности от закона, «Исполнивший его человек жив будет им». Это и книга Левит, 18.5. Там говорится нечто подобное. Но о чем это говорится? О том, что заповеди даны не для смерти. Заповеди даны для жизни. И заповеди Евангелия, и церковные каноны, а они даны не для смерти. Об этом должны знать наши ревнители, не по разумению, ковид-диссиденты. Ибо закон дан для жизни, а они для смерти. И каноны церкви, предписания церкви, рекомендации церкви даются для жизни, а они для смерти. Поэтому у этих наших братьев и сестер тоже ревность о Боге, но не по рассуждению. Она никак не связана с законом Божьим, а мы знаем, что закон о карантине впервые был установлен именно в библейском откровении. Это книга Левит, 13 глава. И мы знаем, что Христос признавал этот закон, когда, исцеляя прокаженных, Он отправлял их показаться священником. Потому что по 13 главе книги Левит только священник мог прекратить карантин прокаженного человека. И если сам Сын Божий подчинялся закону о карантине, то кто мы такие? Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую. Речь идет о людях, которые бросали вызов Христу, когда они говорили христианам, ну, сведите Христа на землю, покажите нам Его. Вы говорите, что Он воскрес, но мы хотим это увидеть. Вера и предполагает, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Такое определение этого слова дает апостол Павел в послании к евреям. Девятый стих и ниже. Это, кстати, очень важный текст. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть Богом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Нигде больше в Священном Писании книг Нового и Ветхого Завета с такой достоверностью не говорится о спасении. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть Богом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, без всяких доказательств, без всякой демонстрации, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это очень важно, когда мы не просто веруем в своем сердце, это порождает праведность нашей жизни, но когда и устами, открыто исповедуем нашу веру. «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Если вера, есть уверенность в невидимом, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, то есть преимущество невидевшего, но верующего. И об этом говорит сам Христос. «Когда Он явился апостолу Фоме, воскресший, и показал свои раны, Он сказал, блаженные, то есть блажение, невидевшее, но верующие». Это мы с вами. Мы никогда не видели Христа по плоти, но мы веруем в Него. Не потому, что Он убедил нас каскадом чудес с неба, а потому, что мы возлюбили Его. И когда какое-то сомнение подкрадывается к сердцу христианина, я всегда даю совет. Читай Нагорную проповедь. Евангелие от Матфея, пятая, шестая и седьмая глава. Это самое достоверное свидетельство о Христе. Это истинное слово Бога. Это мораль и нравственность выше тех товарно-рыночных отношений, которые царят в мире межчеловеческого общения. Ибо там говорится, люби врагов, благословляй проклинающих, молись за обижающих. Человеческой логикой произнести такое было бы невозможно. Это божественное, бесстрастное отношение ко всему человечеству. Ибо Бог наш, как говорится в этой проповеди, посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождем дождеть с неба на праведных и на неправедных, как настоящий отец семейства по-настоящему любит каждого своего ребенка и проявляет заботу о нем. Причем большую заботу родители всегда проявляют о непутевых своих детях. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Ты слышишь, христианин? Я обращаюсь и к своей христианской душе. Всякий верующий в Него, то есть в Иисуса Христа, как в Бога, не постыдится. Эта вера не постыдает. Даже если мы потеряем все в этой жизни и саму жизнь, когда для нас погаснет сияние этой жизни, мы войдем в свет Христов. В современном мире от церкви ждут некоторые политические активности, некоторые ждут от церкви участия в каких-то предвыборных технологиях, в одобрении разных форм бизнеса и так далее. От церкви не надо ждать ничего, кроме свидетельства о Христе и при том распятом. Как и учит апостол Павел, мы проповедуем Христа и при том распятого. Для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие. Но всякий верующий в Него не постыдится. И церковь являет свидетельством о Христе. Церковь проповедует о Христе. И это очень важно. И не надо ничего другого ждать от церкви, кроме свидетельства о Христе. Церковь предлагает таинство Христовой веры. Церковь крестит. Церковь исповедует. Церковь причащает телом и крови Сына Божия. Для этого она и существует. Никакие политические и националистические спекуляции не могут дать человеку то, что ему дает церковь. Сейчас в нашем обществе у некоторых существует ожидание царя. Придет царь, и он установит порядок в русском мире и во всем мире в планетарном масштабе. Но у нас есть царь. Мы должны веровать в Христа царя. Вива Криста Рей! Слава Христу царю! Это был клич многих древних мучеников и мучеников 20 века. Слава Христу царю! Он и царь, он первосвященник, и он открывающий для нас значение пророческого слова. И в Церкви Божией, где отсутствуют политические и националистические спекуляции, Павел пишет 12 стих «Здесь нет различия между иудеем и эллином». Да, Павел любит свой народ, но Церковь она для всех. Здесь нет различия между иудеем и эллином, евреем и язычником, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне спасется. Спасется означает не постыдиться в день суда. Далее идет тема, что Израиль не послушался благовествования. «Но как призвать того, в кого не уверовали?» рассуждает Павел. Это рассуждение находит отражение в начале исповеди блаженного Августина. Это удивительный памятник христианской литературы, который раскрывает алкния и жажды верующей души. Но как призвать того, в кого не уверовали? И Августин рассуждает, может быть, сначала уверовать, а потом призвать, а может быть, призвать для того, чтобы уверовать. Помните, как в Евангелии один мужчина, у которого была серьезная проблема, но не было веры? Он воскликнул, «Господи, в неверии моем услышь меня!» Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасные ноги благовествующих мир, благовествующих благое? Действительно, мы нуждаемся в проповедниках Евангелия, но сами проповедники Евангелия должны иметь церковное благословение и как проповедовать, если не будут посланы. И мы помним, как в книге Деянистых апостолов рассказывается о том, как на служение проповеди выделяют Павла и Варнаву, и церковь помолилась над ними с возложением рук и отправили их на совершение этого служения. Сейчас есть очень много самосвятов и самозванцев, которые сами себя делегируют на то или иное служение. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. В блаженной памяти отец Дмитрий Дудков, мой покойный духовник, говорил, дьявол всегда бьет священников по ногам. Обрати внимание, говорил он «Мне у священников больные ноги». Почему? А потому что сказано, как прекрасны ноги благовествующих мир, то есть мир между Богом и человечеством, благовествующих благое, то есть проповедующих радость, и дьявол не может на это смотреть. Но не все послушались благоествования, да, проповедь разнеслась по всей экумении, но не все послушались благовествования, ибо люди имеют свободную волю, и они могут как принять веру Христову, так и отвергнуть ее, но от этого зависит вопрос спасения их бессмертных душ. Ибо сам Христос говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И смотрите, что происходит в современном мире. Борьба ведется в современном мире только с христианством. Посмотрите, что происходит в Западной Европе, посмотрите, что происходит в Америке. Борьба ведется только с христианством. Каждый месяц закрываются христианские церкви и открываются там исламские мечети или какие-то сектантские появляются точки вместо исторических христианских церквей. И эта борьба будет набирать темпы все больше и больше. И имя Христово будет ненавистно для людей. Нас уже изгоняют из разных сфер общественной жизни этого мира. Нас не хотят видеть нигде. И Христос это предсказывал, что наступит время, когда всякий убивающий вас, даже убивающий вас, будет думать, что тем самым он служит Богу. Но мы должны продолжать благовествовать. Потому что благовествование среди гонений – это, возможно, и есть тот последний призыв евангельский, о котором на Иллионской горе Сын Божий сказал. И проповедано будет сие Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И когда этот последний призыв, он завершится, тогда начнется время судов Божьих. Мы не можем быть равнодушны по поводу гибели наших соседей, по поводу духовной смерти наших детей, внуков, правнуков. Мы должны благовествовать, и как прекрасные ноги благовествующих, мир благовествующих, благое. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Действительно немногие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Согласитесь, я очень часто цитирую эти слова, потому что здесь говорится об источнике веры. Вера от слышания. Кто озвучивает евангельский призыв? Те, которые посланы на проповедь. От слышания от Слова Божия. Ибо мы проповедуем не себя. Не свою ерудицию, не свою какую-то философию. Мы проповедуем Христа, и при том распитого. Вот подлинный источник веры. И если ты хочешь умножить веру в своем сердце, если кризис подкрадывается к тебе, когда я сталкиваюсь с тяжелыми ситуациями, я открываю Нагорную проповедь и читаю эти три главы. Для меня это божественная песнь. И это всегда усиливает веру. И далее мы читаем. Павел вопрошает. Но спрашиваю, разве они не слышали? Ведь Евангелие действительно проповедовалось по всей земле. Разве они не слышали? Эти немцы, эти французы, эти американцы, россияне. Разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, то есть апостолов, проповедников Евангелия, и до пределов Вселенной слова их. И перед концом мира это будет последний призыв. Еще спрашиваю, восклицает первоверховный апостол, разве Израиль не знал? Как Израиль мог не знать писания Моисея пророков? И все они свидетельствуют, и законы, и пророки, и писания о Христе. Разве, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом немыслимым». А что это? О чем это? Господь дает истинное познание закона пророков Писания язычникам, которые становятся христианами, чтобы возбудить ревность и у самих евреев, от которых по плоти пророки и апостолы. «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Что значит «не народом»? Апостолы пишут, «Некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Это разные народы племена, обращенные в Христову веру. А Исаия смело говорит, «Меня нашли неискавшие меня». Это язычники. «Я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Теперь эти слова применимы к новому Израилю, ко многим христианам. «Целый день, говорит Господь, я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Теперь мы, христиане, стали таким непослушным и упорным народом». Ибо Павел пишет, что все, что было с древними, то есть с евреями, это в прообразах для нас, достигших последних времен. И как при первом пришествии Христа в народе не обнаружилась вера в Сына Божия в подавляющем большинстве, так и при втором пришествии Сын Божий так и говорит, придя на землю, найдет ли, обрящет ли веру на земле. Времена Апостасии приближаются. Запасайтесь духовным хлебом. Не думайте, что всегда будут доступны передачи Экзегета на Ютубе. Отключат Ютуб движением какого-нибудь рычажка. И где вы услышите проповедь Евангелия? Придете в храм, и храмы закрыты. Побежите в книжные лавки, все закрыто. Надо дорожить, возможно, последним призывом. И запасаться этим духовным хлебом, запасаться этим маслом веры, как благоразумные девы, которые запаслись маслом для своих светильников. Но там же были тоже девы, то есть тоже верующие. Но у них были пустые светильники без масла, без благодати Духа Святаго. Последний призыв предполагает последний вызов по отношению ко всему христианству. В великой ярости Антихрист будет восставать против Церкви Божьей. И все эти клеветы, которые возводятся на пастыри и церкви, архипастыри и церкви, это попытка заставить нас усомниться в том, что символизируют собой, своим служением эти пастыри и архипастыри, в том слове, которое они проповедуют. Но Христос говорит. На Моисеевом седалище сели книжники фарисеи. «Итак, все, что велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». Недостоинство священника не является основанием для того, чтобы не слушаться священника. Это мы и видим в этих словах Христа. Нам очень важно поддерживать каждого проповедника Евангелия, который сегодня есть, сегодня с нами, завтра мы не найдем его, завтра имена этих священников будут затоптаны в грязь, размазаны. Но мы знаем слова Христа. «Радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас, злословить меня ради, ибо так гнали и пророков, бывших прежде вас». Итак, друзья, мы сегодня рассмотрели 10 главу, послание к римлянам, и если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем беседовать по 11 главе. Это глава, которая содержит тайну Израиля, где раскрывается еврейский вопрос в свете евангельского новозаветного откровения. Подписывайтесь на библейский портал «Экзагет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах, и берегите себя. Молитесь и за нас, которые трудятся на библейском портале «Экзагет», чтобы то служение Слова, которое мы здесь совершаем, оно бы совершалось богоугодно и без препятствий от внешних. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok